Доброе утро! Завтрак уже был. Кофе я попила. Вот уже 10 часов. Скоро будет второй завтрак. Сейчас я хочу сделать вот хулиган у нас. Значит, сейчас нам надо вот эту суспензию кролику сделать. Ой, она вроде чистенькая такая, пыль складывается. Сейчас меня хейт, хейт. Так, короче, вот суспензию дать надо от глистиков, от глистов. Малыш, что-то английский делает, лапусечка. Недовольный, ой, ой. Какая милота, вау. Давай, лапушка, учись, мой зайчик. Ну, так сказать, он просто так не будет пить суспензию, поэтому сейчас я весь корм уберу. Его смочу. Корм вкусный, который он любит в этой суспензии. Высушу. Потом уберу всю еду. И чтобы он был голодный, когда он проголодается на одном сене, он, значит, будет пить эту суспензию, потому что там целый миллиграмм. Это много. Так он ее не выпьет. Ну, а так он съест хоть. И у меня есть вот такие игры. Игры для кролят. Вот. Ну, и для кошек. Ага. И для кролят. Сейчас сделаем лабиринты и пустим его играться. Да, да, пушинка. Вот сюда корм. Я промочу миллиграммом суспензии. Ну, наверное, возьму вот этот. Он его любит. Такой вот вкусненький он его любит. Поэтому я его сейчас буду мочить. Ой, так, друзья. Вот. Тут миллиграмм суспензии. Сейчас буду как-то промачивать. Ну, как обычно. А тот корм придется убрать. Бедный кролик. Если бы он пил это сам. Теперь это я оставляю просушиваться. А основной корм убираю, пушиночка. Убираю, чтобы ты проголодаться успел до вечера. Друзья, сделала я так. Здесь пониже чуть-чуть сенник, здесь повыше. Еды нет, только вода. Все помыла. Вот так пусть кушает. Да то он там его портил, ему неудобно. А это пониже как раз. Все, только сено. Потому что здесь у нас лекарство. Пусть сохнет. И вот это сделаем. Идрульчики ему. Идрульки заснимем. Ну что, друзья, у меня завтрак первый. Кофе у меня было. Сейчас у меня вот будет обычный творог с хурмой. И чай. Дианка тоже будет хурму чуть-чуть. Ну, пополам съедим. Йогурт у Дианки такой. А у меня, как всегда, клубничка. Клубничку любит, да. Йогуртик. И ты уже, а, пастилу еще съел. Ням-ням-ням. Приятного йогурта. Приятного аппетита. Чего? Пока. А тут у меня на обед фунчоза с мясом, с лучком, со специями, соусами. Здесь у меня на курином бульоне яичный суп у Дианки. Вот. Ну, она уже суп начала, отошла. Она всегда вот отходит, начнет, начнет, куда-то убежит. Не знаю, зачем. А у меня почти то самое. Да, малыш любит фунчозу. Больше всех макарон. Он говорит, дай макарошки. Он такой, дай фунчозу. Кушает. Приятного аппетита, лакусь. Ням-ням. Ой, второй тоже такой же. Ха-ха-ха. А тут еще взять и вот что. Ау, красота. Ну что, друзья, на ужин я делаю спагетти. Спагетти у меня безглютеновая барилла. Ммм, самые вкусные спагетти. Значит, я сделала к ним соус томатный с чесночком. И здесь уже на выбор, кто захочет. Просто отварное мясо, печеночка в томатном соусе и жареное мясо с луком. Пожалуйста. Так, ананасы еще. А, тут еще отварная курочка. Но это у меня будет пицца, курица с ананасом. Это я буду готовить завтра. У меня вот сыр специальный есть для этого, тертый. Ну и все. Все. Вот такой будет ужин. Вкусный. Ням-ням-ням. Друзья, доброе утречко. У меня сегодня на завтрак каша. Я с утра сварила уже рис и гречку. Рис вот такой для каши. А для гарнира у меня рис идет в басмати. Вот. Поэтому я для каши сварила рис такой вкусный. И гречка для гарнира. Пылесос уже пропылесосил. Едет на базу. А я буду кушать. Кофе я уж попила. Что-то захотелось мне поесть. Что собрала я эти коробочки для пушка? Пушок. Вон сколько отходов. Я не знаю. Не знаю. Давно просто не кроется. Опа. Опа. Наблюдаем. Что? Я его покормила хорошо. Как и не съел он. Вот это вот. От глистов мало поел. Придется. Придется. Ну, я не знаю, как давать. Капа, смотри. Эй, яй. Куда ты? Что интересно? Да, Пушинка? Тебя сейчас придавит. О, пыль. А я сюда хотел. Как мимо. Ой. Спасибо, Дианчик. Ну что, друзья, кое-что подзаказала. Нам пожремсять. Клубника ручной укладки в ящике. Самая вкусная. Самая вкусная. Посмотрите, какая она чудная. Чудесненькая. Ням-ням-ням. Вкусняшка. Масла, которое я обычно беру, не было. Поэтому я взяла братья Чебурашкины. Семейная ферма без лактозного масла. Сейчас же его попробую. Ммм. Очень сливочный вкус. Дети тоже пришли пробовать. Какое вкусное. Вкусная лапусь. А, клубнику увидел. Какао. Мы сегодня пили какао с Дианкой. Нам понравилось. Вот, я взяла такое. Это натуральнейшее, хорошее, прям суперское какао. Ням-ням-ням. Натуральный. Так, это хлеб. Он безглютеновый. Зеленые гречки. Без дрожжей. Сейчас посмотрим, проверим, правда ли состав. Так. Ну, написано же, мукаржиная. А было написано, что без глютена. Вот написано, что без глютена, а в составе все-таки глютен. Вообще обнаглели. Буду писать им сейчас и говорить, что они дезинформируют. Ну, это я себе на ужин взяла винегретик. Картошечку. Савойская капуста. Савойская. Ой, какая совойская капуста. Я обычно беру конусом, но это совойская мне понравилась. Но пекинская капуста просто, она вся в каких-то черных штучках. Не могу ее есть. Поэтому вот, совойская. Здесь у меня вкусные апельсины. Самые вкусные. И яблоки. Пинг. Нравят леди пинг. Как там, пинг леди. Самые хорошие яблоки. Ням-ням-ням. Ну и здесь всякие йогуртики. В основном мама-лама и два вот таких. Взяла себе попробовать. Персик маракуйя двухслойный. Азбука вкуса фирма. Мне интересно стало попробовать. Все хорошо, только хлеб меня расстроил. Так, захотелось мне попробовать йогурт. Ням-ням-ням. Ну, очень похож на термостатный. Он не термостатный случайно. Я хотела сказать термостатный. Да. Попробую. Ну что, друзья, он нежирный. И очень-очень вкусненький. Ням-ням-ням. Друзья, мой обедик. Обедик. Посмотрите, какой чудесный суп с капустой. И тут курица жареная с баклажанами и кабачками. Ммм, такое рагу. Вот, приятного аппетита. Приятного аппетита. Лапустечка сейчас придет кушать. Я правда уже курицей наелась. Приятного аппетита. Друзья, здравствуйте, здравствуйте. Да, всем приветик. Приветики, мы сдали анализы на дощак. На дощак анализы. Уже поели в машине, все кушают. Привет, привет. Поверните направо, а затем развернитесь. Я емой рукой не пользуюсь, потому что там повязка. Повязка. Да. Друзья, здесь, конечно, комната такая интересная. С диваном, детская комната, унитаз. Круто? Я король мира. Король мира. Вылезай давай, король мира. Как не хочется. Посиди чуть-чуть, пока я руки помою. Друзья, сели мы покушать. Друзья, у нас кухня не работает. Так, пришли сюда, кухня не работает. Пойдем в другое место есть. Липучка, давай кушать. Что у тебя, вкуснятина? Просто каять. Вау, вау, давай. Сейчас с ними меня, для подолока вы его. У меня борщ. У нее уха. У клебета суп. А вот это не вода, это березовый сок. Вот отсюда. Ну вот же, тебе налила березовый сок. Ммм, вкуснятина. Ну все. Отдравляй. Вкусно тебе? Ложкой. Суп? Давай кушай суп. Я уже скушала, уже не могу наелать. Сейчас у меня еще облепиховый чай. Сделала мне подарки на день влюбленных. Дианке тоже. И мне. Я вам несометно покажу. Он хочет подарить, уже ему не терпится. Так, ты не шляп. Говорит до 14. На мой взгляд, до 14 надо дарить. Я считаю, ждать надо 14. Все-таки мы не утерпели. Дарим подарки до 14 февраля. Ой, что это? Ой. Что это? Нет. Ты тут показываете все, а я не понимаю. Боже мой. Вообще. Спасибо, спасибо. Малышка. Ну покажи мой подарок. Какая милота. А кто это хочет? Это подарок мне дали. Я хочу. Кто такое хочет? Я хочу. Так. А это я выбрала, это я выбрала. Ну-ка, покажи вы свои. Вот это я выбрала. Это Дианка выбрала. И это тоже Дианка. Это Дианка выбрала. Я думала, ты не подумала. Ну-ка. И вот что. Боже мой, что Дианка выбрала. Да. Боже. Мишек. Боже. Мишек. Милота. А что, идет? Да. Круто. Мишек. Мишек. Ааа. Ааа. Хотя давайте здесь. Чтобы видеть. Вааа. Все. Такое пространство, да, интересное. Я тебе взяла вот такой капучино-шеф Бористо. Ммм. Ммм. Ням-ням-ням. А мне вату. А Глебу вату. Ммм. Глеб выбрал вату. Папины объятья. Ммм. Ммм. Какой замечательный аппарат. Влажность внутри. Устройство. Температура внутри устройства. И вот. Ваау. Ааа. Это все Япония, Корея, да? Это что придумывает такие аппараты милые? Крутые аппараты. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Горячий. Горячий. Кто это такое? Усы и борода. Дед Мороз. Дед Мороз. Ну что, друзья, хочу вместе с вами распаковать, потому что я еще не распаковывала, и посмотреть вместе, показать и приготовить мороженое такое. Специально купила сливочки 23-процентные, но не было просто других. Взяла такие, посмотрим, что получится. Здесь можно сделать даже фруктовый лед. Что? Мороженое, ура! Так, вот что происходит за кадром. Так, учат детей, все понятно. Значит так, открываем. Мороженец. Качественно все упаковано. Здесь ложечка есть, и вот такой. Ой, какой маленький, ну достаточно, чтобы сделать мороженое. Какая красота! Так, ну я собрала вот таким образом. Здесь одна кнопочка, удобный интерфейс. Что? Здесь лопаточка. Ну вот это вращательное там внутри. Сейчас открою. Такая съемная. Вот эти винтики защищенены. И вот тут пластик. Так, и я так понимаю, ну я знаю, что вот эти вот штуки должны класться в морозилку на какое-то время для приготовления. Я вот помню, помню это дело. Потому что у нас давно, еще маленькая была, уже были мороженецы у нас. Причем одна была ручная, где рукой крутить вот эту штучку. Вторая была электрическая, что очень удобно. Вот. Да, еще в те годы были, но приводили из-за границы, помню. Но ничего, здесь хочу попробовать. И дети хотят мороженого вкусного. Ням-ням-ням-ням. Здесь вот это все разборное. Снимается, чтобы можно было помыть аппарат сам. Вот это вот. И я так смотрю, что чашу хочу посмотреть, она снимается или нет. Морозильная чаша, лопатка, размешиватель, крышка, моторный блок, переключатель питания. Очень такое простое в использовании. И немного, но написано на литр. Хочу вам показать еще из истории мороженого. Из истории мороженого. Оно истории всякие интересные. Потому что здесь есть вот такие вот рецепты. Во-первых, все легко. Как готовить, что нужно. И бананы, клубника, шоколадная, малиновый йогурт, пожалуйста. Из йогурта мороженое можно делать. Значит, здесь 30 минут и мороженое готово. Ну да, верим, верим. Так оно и есть. Только чашу надо заморозить. Сейчас посмотрим. Сейчас в инструкции вам все покажу. Первое мороженое появилось в шестых... Это он в четвертых-шестых веках до нашей эры. Если я не права, поправьте, друзья. В Первой Персидской империи лед смешивали с разными фруктами и подавали летом. В Японии делают особый вид мороженого со футу-крему. Значит, в каждой префектуре продается это мороженое с уникальным, иногда экзотическим вкусом, которое не найти в других регионах страны. Самый популярный вид мороженого ванильное, на втором месте шоколадное, на третьем клубничное. 31 декабря 2000 года на Сухаревской площади в Москве сделали огромного снеговика из мороженого. Двухметровый великан весом 300 килограмм попал в книгу рекордов Гиннесса. Круто. Для дегустации мороженого профессионалы используют золотые ложки, потому что они не имеют вкуса и запаха. Вот такие интересности про мороженое. Ну что, друзья, хочу вас огорчить и себя огорчить тоже, потому что чашу надо в морозильную камеру на 8 часов ставить. Друзья, решила я приготовить куриные наггетсы. Вот куриное филе я порезала маленькими такими кусочками. Одно яйцо, а здесь панировка. Панировка будет у меня мука, может быть, крахмал положу. Для большей хрустоты крахмал. Ну и все. В яйцо, курицу, в панировку. И, пожалуйста, жарить на масле. Крахмала я не пожалела. Масла тоже много налила. Все, обжариваем. Но обязательно крышкой буду накрывать, чтобы не брызгала, потому что брызги, я так понимаю, будут. И прожариваться будет лучше. Таким образом, все, кстати, две куриные грудочки сюда влезли полностью. Обжариваю. Ничего не брызгает. Огонь я убавила на 7. Буду обжаривать без крышки. Сейчас буду скоро переворачивать. Хочу, чтобы была хорошая корочка. Все, друзья, очень-очень уже ароматик. Лапусечка у меня захотел. Говорит, хочу наггетсы. Говорит, куриные сделай, сделай. Вот я вчера забыла сделать, а сегодня вспомнила. Думаю, надо бы сделать. Очень легко обжаривается. Прям хорошо. Сейчас скоро буду переворачивать. Средненькие уже готовые. Можно, думаю, для переворота готовые. Ну и решила я поджарить картофанчик. Ну и все, у меня тут есть пушинка. Ну, привет. Какой он пушистый, а? Пушистый пушик. Пушок. Пушистая пушинка. Как нос интересно двигается. Пушок. Нравится ему? Нравится. Пушинка. Вот кто тут у меня бегает в своих кордоночках. Потому что я второй лоток выкинула. Первый пока замоченный моется. А здесь уже все чистенько, друзья. Водички осталось налить, корм подсыпать. А пушинка тут пока бегает у меня. Кто тут бегает? Кто тут бегает, малышка? Обнюхивает. Вот дальше не уходил. Только туда ходил. К плите, к холодильнику и к окну. Все. Обследует территорию. Если штору подвинуть, он боится, отбегает. Пушок. 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 Хороший. Пушок. Иди сюда, пушинка. Пушок. Иногда сюда отсаживаю. Вот в этот треугольничек, чтобы он сидел и никуда не бегал. Ну, а сейчас решил опустить. Он коробками интересовался вот этими. Сейчас нет. Сейчас вот ты там не пизюкаешь на ковер. Милый такой. Маленький такой. Миленький такой. Прям пушистенький. Линяет, зараза, только. Шерсти много. У меня от этой шерсти чешется нос. Вот. Ну, а так он уже такой милотушненький. Такой такой маленький. Мне нравится кролик. Очень нравится. Прям он красивый. Красивый и пушистый. Такой милый. И прыгает миленько. Умывается миленько. Как он спит. Он спит. Прям глаза закрыты такой. Дом, который у него стоял. Он. Ты чего? Дом стоял у него. Он все его раскидывает, как игрушка игрался. Я убрала. А, он даже рассекся. По-моему, выкинули рассохшиеся. У нас еще один ли стоит. Дом лежит. Им пока... Ну, пока не ставлю. Ему так комфортно, удобно. В вольере, где походить, побегать. Сейчас вот пушина моя пушинка. Пушок. Вау, какой зверь. Все, все, вот посложила я лоточек. Теперь розовенькие. Я заказала, должны приехать. Скоро розовенькие лоточки. Вот малышка будет лежать. Отдыхать. Да, малыш? Корм положила ему разный. И вот все, как ему понравилось тут бегать-то по периметру. Кружи, я не знаю, куда ехать. Пусть на поворот, а нам по прямой. Мы, друзья, съездили, съездили мы в магазин, магазин для кролика лекарства взяли. Взяли мы еще вакцину нашему пушиночке. И мы зашли в магазин, купили всякой красоты, всякой вкуснятины, милоты для нас. Будем вам показывать, показывать. Да, лапусь? Сейчас приедем, все покажем. Да, малыш? Да. Она вся тут лежит. Красота. Покажем и расскажем, все. Что, друзья, начинаю делать пиццу. Пиццу с ананасами и с курином филе. Что? Что? И у нас мороженец. Она уже застыла. Опасная. Что с тобой? Она у меня заледенела, этот, с краев. И внутри льдинка я не могу отковырять. Ну, не железным, не железным, а обычной пластиковой лобаточкой. Ну, ничего, так залью. Сливочки выливаю сюда. Ну, скорее не выливаю, а... Как это сказать, выдавливаю. Ой, ты, конечно, не жилый. А можно съесть? Сюда я добавлю сахар и ванилин и быстренько буду делать. Быстренько эту массу выкладываю сюда и запускаем. Запускаем. Все, теперь будет полчаса где-то вот так замораживаться. Вот это масса? Она уже как мороженая. Да? Вот кто-то тут доедает массу как мороженое. Но у нас будет оно холодное. Иди учись. Ну, за временем делаю пиццу. В теплой водичке растворяю. Они у меня замороженные. Ну, ничего, сейчас растворяются. Ты уже аромат. Малыш тут занимается. Вместе с учителем. Вау, тут вот что уже вот что. Красота, чудеса. Как потом эту чашу отмывать, я думаю. Так, делаем пиццу, друзья. Так, у нас есть ананасы. У нас есть отварное куриное бедро. Это бедрышко. Тоже для пиццы. Томатной пасты нет, томатной пасты нет. Ай-яй-яй, зато есть сыр. Вот такой. Но вместо томатной пасты, ну, давайте класть тогда все помидоры, что есть. У нас будет помидорная томатная паста. Вот, пожалуйста. Так, друзья, мороженое уже застывает. Посмотрите, ну нет, мы будем полчаса, как положено. Но оно что-то в объеме что-то увеличивается, я не пойму. Оно там испачкало верхушечку. Ха-ха-ха. 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 Ничего. Дрожки быстро растворились. Я туда добавила сахара. Ну, буду обычное сейчас сделать, как обычное тесто. Я все на глаз сыплю. Не знаю, никогда не вымеряла. Ну, если надо послаще, побольше сахара кладу. Надо меньше слаще, поменьше. Там муки по консистенции смотрю. Так, и хочу сделать еще вот такой овсяный хлебушек. Ну, что хочу сказать. Этот хлебушек я делала по инструкции прям. 180 воды, чайная ложечка уксуса, разрыхлитель. Ну, какой сформировать булку? Какую булку здесь можно сформировать? Что за глупости какие? Мука, может, просыпалась? Перевозки, транспортировки. Тут ничего не сформируешь. Это что такое вообще? Добавлю сейчас своей муки. Я добавила овсянки. Сейчас добавлю муки. И малыш рисунок нарисовал. Сейчас посмотрим. Вау, это на плотной бумаге рисовали со школой у нас. Вот такая красота. Прорили чуть-чуть. Пятно. Ничего, это как камушек лежит. Так, друзья, у нас тут что-то вытекает. Давайте открою, вытащу и посмотрим. Ложечку я решила убрать, попробовать и остальное кладем. Друзья, оно такое сливочное. Вкусно. А вот тот камушек, это не камушек. Это типа, так где-то вот этот. От чего тетей его тексту цена будет. А, корень? Да. А, понятно, это рисунок. Устное мороженое, это? Да. Правда, оно такое талое еще. Оно здесь у нас доделывается. А что, будет еще вкусней? Да. Пробуй, что стоишь-то? Пробуй, как? Что, ложек нет? Ну, что это? Вкусно? Нет, я не как-то. Вкусно? Да. Настоящая сливочная я хочу сделать с манго и с ягодами еще. Ням-ня, можно с кусочками шоколада, можно с печеньками. Ура, вкуснятина. Увеличилась в объеме. Хотя я половину вытащила. Это надо было инструкцию, друзья, смотреть, прежде чем просто так наливать. Просто написано, что литр. Что, малыш? Кстати, мне кажется, что капуста похожа на мозг. На мозг? Да. А, понятно, может быть. Тесто готово, сейчас оно чуть-чуть постоит. И здесь я добавила овсянки и муки, чтобы скрывать булочку. Сюда, значит, пойдет тесто для пиццы. И все буду уже потом выкладывать, попозже чуть подпеку. А здесь уже готово, открываем. Боже мой, вот, вот. Ага, смотрим. Ну что, друзья, я его сейчас переложу вот в эту баночку и положу в морозилку. Учитывая, что мы половину съели еще на полготовности, в принципе, целая такая будет готова. Ну, я ее сейчас заморожу и будет прям как заводское. А здесь мы еще докушаем. Ням-ням. Тесто я распределила. Теперь сюда, в одну часть, буду втыкать помидоры. Вот таким образом все помидорочки, половинки, туда втыкнем. Вот так получается. Теперь я туда же сразу положу куриное мясо и ананас. И сюда же я уже положу колбасу. Но сыр точно потом буду посыпать, потому что сгорит. Я вот думаю, положить колбасу или потом ее. Наверное, да, когда уже буду допекать сыром туда же колбасу. А пока пусть вот это все выпекается. Что? Ну что, друзья, смотрим, смотрим, что здесь. Опа! О, там уже и пропеклось. Давайте сверху кладем колбаску и посыпаем сыром. Ну что, друзья, весь сыр я так туда и не положила. Немножечко присыпала и допекать на 5 минуточек, пока не расплавится сыр. Ну и пока тут допекается, я буду следить. Я вот булочку овсяную сейчас сформирую и буду здесь выпекать. Ну и вот такую булочку, сейчас она постоит, потом я положу выпекать. Ну пока здесь плавится, плавится сырочек. Боже мой, вкуснятина. Мям, ням, ням. Ну все, друзья, пицца готова. Аромат. Да, аромат очень вкусный. И сюда кладу хлебушек. Ну что? Сыр. Сыр. Чиз. Аромат вкусный. Ням, ням. 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 Иди учись, Лапусь, тебе там, у тебя математика тебя ждет. Вау, вау. Ням-ням. Я делаю бисквит и сделаю бисквит с конфетами, как я уже говорила ранее. Хочу рецепт попробовать. И здесь я одновременно поставлю мороженое. Оно у меня только из морозилки. Молоко добавлю, ванилин и пюре манго. Посмотрим, что получится. Запускаем. Уже сразу охлаждается. Конечно, на сливках как-то, не знаю. Не знаю, сливки просто увеличились еще в разы. А здесь, ну посмотрим, что получится. Скажу, просто на сливках тоже слишком жирно постоянно, мне кажется, есть сливки. Готовим бисквит. Ну что, друзья, я взяла две формочки. Буду туда сейчас один без конфет, второй с конфетами делать. Ну, боюсь, конечно, боюсь. У меня есть опасение, что они будут потом хрустеть на зубах и не растворяться. Ну, не знаю, попробуем. Других леденцов у меня нет. Ровно две формочки. Вот так вот. Здесь побольше бисквитика. Здесь еще конфет. Пихаем наши сердца. Ну, теперь их нужно немножко утопить. Что? Утопить! Так, утопить. Не надо! Пожалуйста! Так, кстати, мороженое здесь тоже увеличивается. Боже мой! Прикольно! Мороженое, мороженое! Ага! Налила же специально с запасом. Так, топим. Я надеюсь, под температурой они расплавятся и как-то пропитают тесто. Оно, конечно, потом застынет, будет хрустящим, но хотя бы распределиться, там, может, как прослойка какая или что. Ну, чтобы не конфеты, и потом обсасывать тесто и вот так вот конфета. Посмотрим, посмотрим, проверка рецепта, можно так сказать, да? Я уже боюсь. Блин, ну, скорее выскакивать будет. Так, хочу вам сказать, что лейте меньше, друзья. Меньше лейте. Чтобы оно увеличиваться даже на молоке. Я думала, ну как, сливки, ладно, увеличились, но молоком. Ну, ладно. Так, готовлю еще ножички сюда. Куриные ножички. Так, ножки я буду тушить, но тут вот что случилось. Я набиралась в ванну, и она... Ага, тут уже кто-то залез руками. Боже мой! Я тоже хочу такую ванну. Почему я пеной руками мешаю? И не выходит пена. А у тебя вот такая пена. Как, в чем секрет? А-а-а! В чем секрет пены? Да что, пена? У меня не выходит пена, нифига. Я ее камень перемешиваю. Уметь надо. Так, все. Здесь я буду их тушить, тушить. У нас все, все взялось за все сразу, да? Здесь печется, здесь мороженое, здесь курица. Там пена, там пена. Боже мой! Прыгай в мою ванну! Глеб, не порть маме ванну. Нет, это моя пена. Нет, это моя пена. Я себе набирала полежать. Прыгай в мою ванну. Я не могу это не... Она разрешит тебе поиграть с пеной. Ну ладно, ты ее... Но секрет пены раскрывает. Ну, играй с пеной. Может, ты залезешь. Сейчас я подумаю. Пойду курицу поставлю. Так, не отвлекать меня. Диана, не порть пену. Так, значит, тушим. Выключаем, друзья, выключаем. Вкусно, да? Вкуснее, чем продают для похудения, да? Да, много вкуснее. Вкусное, хорошее, маёшное. Хорошее, да? Я еще не пробовала. Я только молоко 1,8 добавила. В принципе, можно и обезжиренное, наверное, добавлять. И... А сахар не добавляла. Добавила только 1 баночку вот этой вот пюрешки манго. И все. В принципе, можно и тыквенное добавлять, да, пюрешку? Ну, а тыкву не могу сказать. Не можешь сказать. Ну, короче, сейчас я переложу сюда. И там видно будет. Попробую. Получается вот такая вот баночка. И тут еще я оставила попробовать себе поесть. Ну, давайте пробуем. Вкусняшка. Да, вкусняшка. Это как... Ну, сливочное прям как сливки. Прям такое насыщенные сливки. А тут? Ну... Тут? Ну, вот есть совсем плохие мороженые, молочные в магазинах. Это не такое. Это молочное, но оно вкусное. Такое фруктовое. Потому что и за счет вот этого еще... Это молочное, но молочное вкусное. Угу. Да. Хорошее. Ну, прям круто, да? И не жирное. Потому что со сливками было очень жирно. Со сливками было очень жирно. Просто сливки можно попробовать купить 5-процентные. Мы же 23-х брали. Да. Короче, заморожу и посмотрим еще. Ну что, вкусненько? Ммм. Отлично. Сладенькое. Ну да, такое. Я, правда, сахар не клала, но оно такое нормальное. А что здесь происходит? Где моя вся пена? Это озеро, Ксимычка. Это озеро. Озеро? Все понятно. Пены не будет. Так. Я, короче, сейчас сделаю гречку. Вот у меня дети любят гречку прям. Ну, а я себе рис. Я не могу все время гречку есть. Я все испеклась. У меня всегда почему-то середина так подымается. Надо посмотреть в интернете, как делать. Вот как-то вот так там что-то делают, прорисовки на бисквите, чтобы он не подымался. Ну, давайте с конфетами мне так интересно разрезать. Ну, отошло все отлично, как всегда, в бисквитах. Я что-то не понимаю. Здесь конфеты, где вы? Ау. Я их не могу увидеть и прощупать. Буду резать. Правда, еще горячевастенько внутри, наверное. Походу, перепутала. Конфета точно должна была быть. Я их столько положила. Открываем этот. Ну что? Здесь уже сразу все видно. Вау. Вау. Ну, как они растворились? Ха, я не знаю, что во первый раз такое. Впитались, впитались. Ммм, давайте разрежем. Ну, так-то прикольно. Они растворились и едятся хорошо. Ммм, можно больше класть. Посмотрим, когда застынет. Когда остынет, не будут ли они такие же. Ну, нет, наверное, они с тестом-то впитались, смешались. В принципе, вкусно. Нифига себе. Хороший рецептик. Побольше конфет. Ага, сюда. Напомнила, мягкие корзиночки сняли для меня. Да, корзиночки. Прикольно. Так, ну, а мы ужинать. Собрались, собрались. У меня, значит, рис, гречка и куриные тушеные ножки. Давайте их есть. А, ну, не только. Я еще капусту съем. Капусту. Тут пицца еще есть. Пиццу тоже. Давайте по кусочку-то съедим. У нас осталась пицца. А, кто что еще будет. Ну, в принципе, вон есть и сырковая масса, и все. А бисквит можно вареньем помазать. Вот у меня еще джем. Короче, сгущенка, да, есть чего вкусненького. Поесть пасты шоколадные. Еще и нутелла. Вау. Поэтому давайте ужинать. Вот, я уже, правда, поела. Поела, и вот мой ужин. Ням-ням-ням. Все, бисквитика. Еще пиццу съедим. Я хочу показать фокус такой со свечкой. Так, смотрим, дорогие друзья. Вообще они должны плавающие быть. Утонет или нет? Плавает. Так, зажигаем. Так, 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 вау. Это вам лайфхаки. Вот эти всякие на 14 февраля. А, гори же ты, гори, зажигайся. Но она плавает, по крайней мере. Просто петель маловат. Друзья, сейчас. Ну что, зажжется? Это свечка для ванны? Так, сейчас. Разожжем. Дубль 2. Просто вынимать ее неохота фитиль уже зачищать. Ну что, загорится, загорится. Вау, что это? Вау. Вау. Ты будешь работать. Плавающая свечка. Вау. Горит. Горит. Горит в ванной свечка. Ура. Вот такие продаются штуковинки на 14 февраля. Правда, я не знаю, как с этими свечками мыться. А как бы волосы не спалить. Да? Это будет уже ужас 14 февраля. Дай-ка я в стулю, ладно? Подожди, пусть разгорится. Тут вон, тут вон что. Боже мой. Это какой-то салют. Ага. Что с ней такое? Салют. Татьяна, принеси упаковку. Нет для пены? Нет, она плавающая. Для ванной. Неси упаковку, посмотрим. Она специальная, наверное. Может быть. А упаковка где? А? Там, в комнате. Нет. Все. 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 Друзья, тут есть вот такие фитили. Это я. Давайте ее тоже с большим фитилем посмотрим, как. Просто это мне попалась какая-то не такая. Ну, здесь фитиль, так фитиль. Давайте поджигать. Смотрим. Разгорится. Ну, это должно быть, да. Но это другое дело. Вот, вот. Вау. Но все равно не представляю, как мыться. Как мыться, да? Со свечкой? Показывай в сторонку и бойся. А если она подплывет и коленку подожжет? Это будет локтем в свечку. Ожог гарантирован. Это в лучшем случае. А волосы? Волосы жалко. Это травмоопасно. Выться. С такой свечкой. Я бы тоже. Ну, в принципе, интересно. Клади. В принципе, затея – это интересная задумка. Ну, задувай. Вау. Вау. Ну, они плавают, да. Производитель не обманул. Прискольно. Можно подержать? Ну, можно, держи. Почему нельзя-то? Вау. Свечка и свечка. Ты что, свечки не видел? Плавающие не видел, да? Я тоже не видела. А можно я кинуть в воду? Нет, не кинуть. В смысле, из высоты. Ну, сейчас будет всплеск, так сказать. Ну, масло? Ну, кидай. Вот сюда. Давай. Умиляюсь, умиляюсь вот этому милому зайчику, которого мы купили. Он самый такой красивый, такой миленький, такой милотушненький. И я с ним обнимаюсь. Вот, он мягенький. И тут Дианка. Он мягенький. Да. И Дианка тут говорит. Ну, говори. Возьмите подушку мягкую. Подушку возьмите. Пишите два носка по бокам. Пумпончик шапки. И две пуговицы. И будет вот точно такой же. Подушку с носками. Да. Нет, это милый. Слышим, прям точно такой же. Не надо подушку с носками. Милотусечка. Ну что, друзья, не хотела снимать. Ну, третий, там, четвертый день у меня уже, получается, завтраков. Смотрите, кофе. Я допиваю уже. Водичку я, естественно, пила. Здесь у меня бодриброды с маслом. Очень вкусное масло фермерское. Я решила сегодня добавить варенье. У меня здесь абрикосовое. А здесь смолиновое. И добавляю я витаминчик Д. Ну, потому что у меня по анализам он немножечко пострадал. Так. Приятного аппетита. Да, обычно я не завтракала. Но тут у меня витамины надо пить. И как-то, когда завтракаешь, ну, как-то, не знаю, то ли когда обеда я могу не есть. А то все равно у меня завтрак был в одиннадцать. То есть я в одиннадцать завтракала, а потом уже обед. Я позавтракаю раньше, ничего страшного. До обеда. Ммм, вкусненько. Малышка тоже захотела. С кашей. Ммм, вкуснятина. А малышка уже покушал почти. Да, малышка? Да, малышка? Красота. Ням-ням-ням. Ну, и я буду кофе наслаждаться. Он такой вкусный кофе. Такой вкусный. Кстати, у меня появился электронный микроскоп. Я могу вам теперь показывать электронные видюхи. Друзья, у нас второй завтрак. Дианка будет йогурт с клубничкой. Глебик будет йогурт с клубничкой. И чуть-чуть леденца. Потому что он огромный. Потому что он огромный, много нельзя. Посмотрите, сколько он. Нолик, ждем. Так. Вау. А был 124 грамма. Друзья, я решила сделать суп из консервы горбуши. Значит, потому что у меня времени нет, уже надо быстрее приготовить. Потому что и мясо, и все будет вариться долго. А тут я быстренько консервы горбуши положила. Теперь сюда же буду класть морковочку, чесночка, лука. Ну, сейчас я все это нарежу. Сюда еще картошечки добавлю. Просто картошечки. И все. И буду делать еще печень, буду обязательно тушить. Потому что гемоглобин надо повышать. Вкуснятина. И она вкусная. Так, ну у меня еще есть и рис, и гречка. И здесь у меня ножки отварные. И вот посмотрите, какой желатин получился. Это натуральный коллаген, друзья. Вот посмотрите, как он проварился и какое там желе. Тоже интересная вещь. Так. А, еще пиццы остались. Надо доесть. Сейчас мы этим будем заниматься. Да. Ну, я все-таки хочу печенки себе. С рисом будет у меня печень, с томатом. Я еще томат купила. А это я купила делать мороженое. Сделаю сегодня новый вид. Вот на сливках. Мне захотелось. Это очень вкусно. Мне еще малыш помогает чистить морковку. Впервые. Впервые. Впервые ты что, не чистил мне морковку? Да, не чистил. Ну, давай. Смотри, только по руке попадет. Срежешь кожу. Аккуратненько. Главное, руки береги. Морковку ничего страшного. Малыш теперь еще курицу отварную отделяет. То, что мясо и косточки вот с жилками сюда. А сюда мясо. Молодец, помощник. Это задание так себе, потому что вот какие у меня луки. Так себе задание. Морковку было чистить лучше, да? Да. Друзья, мне пришел малыш помогать. Мы будем готовить мороженое. Да, готовить мороженое. Клади. Вот такие. Берем сливки. Делать буду я на 11% сливках вот таких. С добавлением нутеллы и печенья. Маста чуть-чуть. Можно. Давайте, выливаем сливки. Наливай. Лапусть, наливай. Все, да? Нет. Я скажу, когда хватит. Так, ну хватит, наверное. Потому что там они увеличиваются. Сюда же добавим ложечку нутеллы и помешаем. Большую ложку. Ну давай, мешай. Так, а можно выкасать вот это вот? Ну так, чуть-чуть. Не надо особо. Там все равно промешается в этом. Ну да, и когда. Ну и печеньки мы раздробили. Сейчас все выливаем в чашу. Ой, она скрипит. И тут вода еще застыла. Ну ничего, ничего не вынимаем. Сразу сюда выливаем это. Все, Глеб помог высыпать. Все сделали. Теперь сюда кладем крышку. Ну что, боже мой. Смотрим, что-то крышка не закроилась. Короче, друзья, ждем. Что, друзья, капусту я нарезала с морковочкой. Там она жарится. Морковки мало положила. Не люблю. Люблю жареную капусту. Прям капусту. А здесь уже готово. Вынимаем. Ну что, друзья, я сейчас буду перекладывать и пробовать. Это сейчас заморожу. А это сейчас поем. Вкусненько. Перед ужином совсем чуть-чуть. Это как сахарная морожка. С дутеллой, да? Нет, с печеньем. С печеньем? Да. Круто, вкуснятина. Перед ужином много не даю. Сладко. Я даже сахар не клала. Нутелла, она же супер сладкая. Но и печенье хрустит. Оно не размокло. На сливках хорошо. На сливках чувствуются достаточно 10-11% сливки. Чувствуется и сливочный вкус, и не слишком жирно. Очень вкусно. Так, друзья, вот мой ужин. Печень. Капуста тушеная с томатом и с беконом. И чуть-чуть риса. Малышу тоже с гречкой. И Дианка. Ням-ням-ням. Вот такой у нас ужин. Орожное уже постояло в морозилке. А это, которое я делала до этого, на молоке с манговым пюре. Такие интересненькие диетические варианты. Ну и это с печеньками, с нутеллой. Ням-ням-ням. Пробуем. Что, лапусь? Кстати, они выглядят как-то необычно. Необычно выглядят, но это молочное. И у нас мороженки. Мороженки у каждого. Ням-ням-ням. Я могу с того, что я говорю. Каждый раз вот такую картину наблюдаю. Лапа. Боже мой, лапа в воде. Ну, он вообще-то ее так просто поставил и вытянул, миленько. И спит. Какой у него хороший кошиночка моя. Какой у меня красивый кроник. Какое у него пузико милое. Сладкий кузинов, малыш. Слабо, правда, сыпется все. Малыш, давай, поясняй, как надо. Вот эту пятку вот так тирай. И вот так чуть-чуть присядь. Сесть, присядь. Тебе эту же пятку вот так. И так. О, в нескольких раз уже лучше. Нет, да ты еще сильней. О, теперь вот так руки. И прыгаем. О, ну, поглупся. А что, надо же еще вот так делать, а? Нет, опять. Поглупся, поглупся. Как надо, ты говоришь. Так, сейчас покажу, забыла уже.